Чтобы это не было именно, скажем так, приземлённо, а было именно концертом, шоу. В Новой Елюзане вовсю идёт подготовка к Дню села. Ведущая, она же фельдшер местного ФАПа, заучивает сценарий. Сегодня мы рады приветствовать вас в обновлённом Доме культуры. Руководитель татарского танцевального коллектива заканчивает шитьё костюмов для своих воспитанниц. Они выступят, споют песню про родной край на татарском языке. И деревня живёт песня. Танцевальный коллектив «Фантазия» – старшая группа, средняя группа и младшая группа. Все они ходят на репетицию, на кружки ходят, и сольные у меня пения. У нас и песни на татарском, и на русском. Танцы у нас обязательно тоже национальные, и такие берём стилизованные, и руссконародные танцы. Мы все танцуем. В этом году праздник пройдёт в обновлённом Доме культуры, ремонт которого продолжался практически всё лето и закончился буквально на днях. Инспектор по работе с населением Саидаем Булатова с гордостью рассказывает, как изменился сельский очаг культуры. Протекала кровля полностью, и вот заменили, отремонтировали, капитальный ремонт кровли. Далее планово перешли на окна, потому что рамы все были уже в таком состоянии, что опасно было даже открывать их. Всё рушилось, потому что с момента постройки эти рамы никогда не заменялись, не проводился ремонт. Здесь замена дверных блоков. В общей системе 9 дверей были заменены на пластиковые, вот эти такие, которые современные, создают уют тоже. И не то, что доски, даже лаги были прогнившие. И вот полный ремонт, замена полов зрительного зала вместе со сценой. На сцене тоже заменили полы. Это дополнительный комфорт для тех людей, которые занимаются, потому что во время танцев могли произойти травмы. Сегодня, слава Богу, это всё устранено. Зал на 250 мест заменили кресла. Одежда с сцены висела тоже, где-то с 99-го года. На окнах занавески повесили. Всё постепенно превратилось в такое красивое, уютное место, где могут люди, наши граждане, отдыхать и с удовольствием ходят. Теперь праздники в Доме культуры будут проходить не только в уютной обстановке, но и зазвучат по-новому. Потому что здесь появились новые колонки, микшерный пульт, микрофоны. В общем, всё, что необходимо для звукового сопровождения. На следующий год, надеются сельчане, ремонтные работы в здании продолжатся. Я очень рада и благодарна, конечно же, нашей администрации. Вот в лице Станислава Васильевича, это он заметил нашу активность и хотел бы помочь нашему селу. Планово дальше будем переходить на стены. Как говорится, всё-таки надо завершить красиво.